Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. В этом году томаты защищенного грунта, ну мне кажется, даже очень-очень пристойные. Ну, ну, хоть бы не сглазить, но вполне себе загляденье. Плоды уже завязываются на ранних томатах, и мы тут гибридизация немножечко балуемся, изолированный цветочек томата опыленный. Но, конечно же, хочется, нет предела совершенству, всегда хочется, чтобы было еще лучше. В сегодняшнем нашем выпуске я вам расскажу о простых таких вещах, как мы можем побороть болезни без всяких опрыскиваний, без обработок. Очень важно, я вам расскажу об очень простых правилах, которые доступны буквально всем. Первое, о чем я хочу сказать, это об источниках болезней. Самое главное, не бороться с болезнями там эффективно, а не пустить их себе в теплицу. Один из важнейших источников болезней – это, безусловно, почва. Поэтому мощное мульчирование, которое все практикуют, является очень хорошим способом избавиться от болезней. Но мульча в то же время может стать активным проводником болезней. Почему? Потому что серая гниль, потому что фитофтороз, потому что кладоспариоз, потому что многие другие могут развиваться в почве и мигрировать по литой мульче, например, тот же фитофтороз. А серая гниль, фузыроз и многие другие болезни, они вообще на ней могут жить все время на этой мульче. Поэтому мульчу обязательно надо протравить. Протравить триходермы – все, эту тему закрыли. Мульча плюс триходерма – во, это просто вам 80% хлопот по болезням в теплице снимет, если вы будете следовать этому совету. Второй совет, особенно касающийся томатной теплицы, это в обязательном порядке разнести в пространстве посадки картофеля и томаты. Почему? Потому что они и те, и другие, у них общее заболевание, и они болеют фитофторой. Безусловно, картофельное поле вы не замульчируете. Ветер дунул, фукнул вместе с пылью, понес в том числе к вам в теплицу этот фитофтороз, и вот он уже у вас бушует. Ни в коем случае не ходите в одной и той же одежде, хотя бы по посадкам картофеля, потому что пошли, собрали жука, тут же пришли в теплицу, подлили, туда-сюда покрутили, все, фитофтороз у вас точно будет в теплице. Поэтому соблюдайте пространственную изоляцию между легко болеющими растениями, такими как томат, там перец, баклажан и картофель. Следующий совет, который я вам дам, это создайте неблагоприятные условия для развития болезней. Неблагоприятные условия в большинстве случаев подразумевают хорошее проветривание. Хорошее проветривание имеет массу полезных свойств. Это и нормальное состояние пыльцы, если влажность очень высокая, пыльца комочками собирается, плохое идет опыление, корявые томаты, носики там, ну все вот это вот, это все плохое опыление. Ну, конечно, жара, сухость излишняя тоже плохо, она высыхает, но если у вас проблема слишком суха, ну тогда поливайте, подливайте, повышайте влажность. Но если проблема у вас влажная, у вас ненормального опыления не будет, и это повод для развития большого количества болезней. Лучше всего на теплую погоду и высокую влажность реагирует серая гниль, фузариоз, кладоспариоз. Вот они просто здесь будут бушевать. Альтернария, безусловно, в эти ранние сроки будет бушевать. И если у вас прохладная погода началась и высокая влажность, то здесь будет раздолье для фитофтороза. Поэтому создайте неблагоприятные условия для развития существования болезни. И в конце я вам дам еще один легкий такой совет. Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не пускайте соседей в свою теплицу. В окошко пусть посмотрят, пожалуйста, но внутрь теплицы никогда не пускайте. Дело не в том, что они вам сглазят, а дело в том, что они-то могут не соблюдать все эти меры фитосанитарии, фитосанитарной безопасности. И они вам на своей одежде принесут большое количество всевозможных возбудителей заболеваний. Поэтому вот вы зашли, и все, недаром в тепличных хозяйствах, и коврик дезинфицирующий, и сменная одежда, и предбанник, для того, чтобы никто не принес на себе этих болезней, в том числе сам хозяин или сама хозяйка. Ну, здесь уже дело хозяйское. Как защитить от того, чтобы принести эти болезни внутрь. Вот если вы все это соблюдете, естественно, вкупе с дезинфекцией теплицы, потому что надо подготовить почву, дезинфекции, ну, то есть весь комплекс мероприятий, о котором я говорил, то вы можете вполне удержать свою теплицу от развития или хотя бы довести до неопасного развития эти болезни. Ну, а безусловно, обработки, там, все остальное, это все очень хорошо. Но вот такие элементарные правила безопасности позволят вам, ну, буквально на 90%, так сказать, снизить вероятность того, что у вас растения заболеют. Ну, не многие, но некоторые пишут в вопросах. Я не всегда успеваю на них отвечать, но я стараюсь их хотя бы прочитывать, чтобы знать про то, про что вам говорить, какие у вас горящие темы, вопросы есть, что больше всего волнует. Так вот многие пишут, ой, ничем никогда не обрабатывала, или я не обрабатывал, и все у меня растет, никакой холеры, там болезни нету. Ну, потому и нету, потому что есть другие способы сохранить ваши растения без болезней и без обработок. Ну, и, конечно, не стоит забывать о том, что у растений тоже есть иммунитет, а иммунитет зависит от того, как вы их кормите. Гармоничные подкормки будут очень хорошо способствовать хорошему фитосанитарному состоянию. И вполне может быть, что вы обойдетесь и вовсе без всяких обработок. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова